Всем привет! Меня зовутся Герой Иван, это мой канал Мистер Кэт! И сегодня клуб творчества Fallout 4 и все модификации, которые есть на данный момент. С Новым Годом еще раз, друзья! Всем счастья, здоровья и чтобы самое главное, не болели ни вы, ни ваши близкие. Потому что если ты будешь здоров, ты сможешь. Все. Ну что, друзья, первая модификация это китайская маскирующая броня. Давайте посмотрим на нее. Вот такая вот броня. Жесть. Господи, как же она эпично смотрится. Мне очень нравится. Очень, очень, очень. Смотрите ее характеристики. 162 защита. Сопротивление энергии 100 и сопротивление радиации 40. Неплохо. Улучшить, по-моему, ее нельзя. Хотя можно будет проверить. И самое эпичное. Это, друзья, мы входим в стелс. Жесть. Господи, как же это круто. И что это? Бесконечный эффект? По-моему, это эффект бесконечный. Ну да, мы сможем в него выходить всегда, когда захотим. Вау. Вау, вау, вау. Друзья, поставьте вашу оценку. Напишите китайская броня от единички до десятки. Очень интересно узнать. И, по-моему, даже она еще была в Fallout 3. Да. Ребята, у меня также есть отдельный плейлист по клубу творчества Skyrim Special Edition. Все, 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 все модификации по первое число, первое января. Так что зайдите, оцените. Ссылка внизу. Спасибо. Космический костюм Моргана из игры Prey. Вау. Очень, очень качественно. И очень здорово сделано. Вы только зацените. Жесть. Поставьте вашу оценку, друзья, от единички до десятки. По поводу этой брони. И давайте я вам покажу ее характеристики. Вот. Защита 105. Энергии 150. И радиации 1040. Ого. Достойно. Сейчас посмотрим современную мебель. Набор для мастерской. И домашний интерьер. Тоже набор для мастерской. Сначала, друзья, посмотрим на кровати. Вот такие вот они. В основном в этих меняется только цвет. Двухъярусных тоже. Также очень приятные вот эти вот. С мягенькой обивкой. Продолжаю показывать мебель. Вот такие вот новые диваны. Диванчики довольно современные. И прикольно смотрятся. В таком же стиле. Холодильники. Вот такие вот шкафчики добавляются. Столики. Журнальные. Столовые. И прикольно добавляются вот такие вот еще стойки для пупсов. Очень здорово. Можете теперь их сюда сложить. Вот такие или вот такие. Также, ребят. Огромнейшее. Огромнейшее количество новых картин. И очень крутых картин добавлено было. Картины. Новые постеры. Огромнейшее количество. Невероятное количество. Я даже все не смог прикрепить. Это с разных журналов. Я лично этого ждал. Потому что мне вечно не хватало чего-то такого новенького. Новые ковры. Новые яркие интересные ковры. Ух ты. Это с цветочками прикольные. Они даже не поместились тут на стенде. Вот такой вот. Ребята, напоминаю, что вы также можете Fallout 4 поставить елочку. Ну, если, конечно, у вас все DLC стоят. Ну что, и остались вот эти вот растения. Которые тоже можно поставить к вам в дом. И они здорово, очень круто украсят. Особенно приятные вот эти вот мини-деревья. Как там этот стиль называется? У японцев, по-моему, выращивать маленькие деревья. Но смотрятся шикарно. Ладненько, друзья. Поставьте вашу. Вашу оценку за интерьер. Ну, еще парочка вот таких вот новых полов добавлено было. Следующее, друзья. Посмотрим на оружие невероятной мощности. Это Doom BFG. Большая гребаная пушка. Также, друзья. Мы сразу заценим классическую броню. Doom. Да, с легендарной игры. Doom. И оценим самодельный дробовик. Огромная пушка из Doom. Черт. Ну, сделано, конечно. Вау, как хорошо. Давайте посмотрим. Так, урон 143. И урон энергии 250. 200. Черт подери, 50. Какая же она огромная. Прицеливании просто закрывает всю нижнюю панель. Вы посмотрите. Ого. Прости, дорогой. Это ради теста. Черт. Также, друзья, броня. Броня с нашего Doom. Вау. Блин. Господи. Родной Doom. Родной Doom возвращается. Вау. Как она эпично появляется. И еще, друзья. Давайте вам покажу дробовик. Который тоже можно улучшить. Вот такой вот дробашек. Урон 224. Сейчас я его одену. Блин. Ну, я не знаю, друзья. Просто, знаете, что в Doomе двустволка это просто топ оружие. Ну, это реально. Это реально как двустволка в Doom. Ну, очень похоже. Она такая же огромная. Черт. Вау. Друзья, поставьте, поставьте ваши оценки на большую пушку, на дробовик и на броню из Doom. Кстати, я вам не показал еще защиту. Смотрите, общая защита с нашим комплектом идет голова и броня. Общая 205. 205 сопротивление урону, 265 энергии и 1040. Вау. 1040 радиации. Черт. С этой броней можно идти куда угодно. Прототип карабина Гаусса. И вот так вот, друзья, она выглядит, но только с максимальным. С максимальным апгрейдом. Урон 330. Неплохо, да? И смотрится она очень, очень, друзья, достойна. Невероятно достойна. Вы только зацените. Оставьте свою оценку, друзья. По поводу этого оружия. Смотрите, урон, в принципе, 330 не так уж и много, но, друзья, но, да, она часто не стреляет. Ее нужно заряжать. Один заряд 330, второй заряд и третий. Понимаете, что это уже тысяча. Да, и плюс можно стрелять в скрытности. Какой там крит? О, да. Можно огромнейший, колоссальный урон наносить. Просто сумасшедший. Блин, она огромная. Она невероятно огромная, но... С этим миром она очень круто сливается. Мне нравится. Мне реально нравится. Силовая броня Hellfire. Она очень, очень, очень крупно выглядит. Вы только посмотрите. Чувствую себя каким-то железным человеком. О, черт. Как будто на ней какая-то дополнительная защита. Ребят, а была ли эта броня в прошлых частях Fallout? Напишите, пожалуйста, и поставьте, поставьте вашу оценку. Этой броне. Между прочим, чтобы ее получить, ее еще нужно отбить. В одетого, в нее, врага. Так, и защита. 1980. Сопротивление электричества 1610. Сопротивление радиации. Ого, ребят. Ого. Это самая, наверное, имбовая броня, какую я только видел. Сейчас, друзья, рассмотрим силовую броню лошадь. Лошадь смотрится, конечно, странно. Очень странно. На коленях лошадь. На голове лошадь, сбоку лошадь. Еще забавно. Смотрите. Как только мы у нее заходим, одеваем эту броню. Еще знаете, что я заметил? Смотрите. По-моему, друзья, она прыгает выше, выше любой другой брони. Вау. Между прочим, по-моему, ее сейчас раздает бесплатно. Да, в клубе творчества, в Fallout, очень часто, очень часто, разные обновления раздает бесплатно. Главное, зайдите вовремя и заберите его себе. Так, и по поводу характеристик, друзья. 1900 защита. 1490 сопротивлению энергии и 1090 радиации. Обалдеть. Нифига себе. Вот это лошадка. Вот это лошадка. Сейчас, друзья, мы с вами посмотрим окраски пип-боя. Первый, друзья, хром. Хромированный. Красавчик. Вы только зацените. Я на самом деле сейчас бегаю как раз-то с хромированным. Не знаю, мне очень нравится. Следующая окраска, друзья, белая. Белая, непривычная. Вот так вот она смотрится. Как будто ты какой-то работник института, да? Ну, я думаю, те, кто играет за институт, оценят именно белую. Посмотрите. Камуфляжная. Камуфляжная. Ну, как по мне, какая-то уж больная она яркая. Это, как говорится, уже на вкус и цвет. Каждый выбирает себе лучшую. Пустынный камуфляж, друзья. Пустынный. Тоже на любителя. И реально на любителя. И последняя. Очень достойно темная. Черная. Вау. Смотрится шикарно. Не знаю, мне тоже очень нравится. Очень-очень. Друзья, поставьте ваши оценки и выберите лучший цвет для себя. Кстати, создать цвет и сделать вы сможете на верстаке вот здесь. Вот. Вот эти все цвета. Теперь, ребят, мы посмотрим раскраску силовой. Мощной силовой брони. И первое, друзья, это хром. Между прочим, вы раскрасить можете любую, любую силовую броню. Но, черт. Смотрится это, конечно, обалденно. И, между прочим, если вы раскрасите все элементы брони в один цвет, то вы получите бонус к защите от урона к энергии. Белоснежная. Белоснежная. Полностью белая, друзья. Зацените. Лично мне белая нравится. Не знаю, почему. Именно силовая броня нравится. И если вы прокачиваете все элементы, красите, то получаете бонус к интеллекту. А если у вас больше интеллекта, вы получаете больше опыта. Камуфляжная. Если вы красите всю свою броню в камуфляжный цвет, то вы получаете бонус к скрытности. Я, честно говоря, не понимаю, скрытность в силовой броне зачем? Ну, видимо, нужно для кого-то. И для какой-то стиль игры. Еще один вид камуфляжа. Вот такой вот, только он смотрится более ярко. Также, если вы прокачиваете все элементы брони, то скрытность увеличивается. И полностью, полностью темная черная броня. Интересная скрытность у этой брони вас тяжелее заметить ночью. То есть, в темной обстановке. Ночью или в каком-то помещении неосвещенном. То скрытность у вас значительно, значительно вырастает. Друзья, выберите ваш лучший цвет для силовой брони. И поставьте этой модификации оценку. От единички до десятки. Где десятка, это очень круто. И очень, очень полезная плюшечка. Это модульный армейский рюкзак. Создавать модификации этого рюкзака вы можете на верстаке брони. И здесь есть разные. Можно цвет выбрать. Разный цвет. Можно выбрать стиль. И также можно выбрать бонусы, которые он будет давать. Очень круто это спальный мешок. Понимаете, что когда вы выбираете спальный мешок, то на сложности выживания это просто невероятно. Вы можете сохраняться где хотите. Ну, конечно же, если не будет противников. Также есть разные бонусы связанные. Вы можете брать больше брони. Или у вас будет здоровье сильнее восстанавливаться. И сейчас кое-какие варианты я вам покажу. Вот так вот, например, выглядит спальный мешок. Вот. А это, друзья, вы сможете складывать больше взрывчатки. А это, друзья, специально. Специально для режима выживания. Вау. На самом деле там очень много модификаций. Все показывать не будут, друзья. Приобретите и попробуйте. Но в этот больше. Намного больше патронов. И это будет, кстати, когда вы играете на сложности выживания. Ребят, лично я даю этой модификации твердую десятку. Напишите вашу оценку. Окраска. Окраска для вашего стиля. Для вашего боя. Вы можете покрасить в любой. В любой стиль. И они разные. Тут и минитмены. Тут и подземка. И вольтек. И институт. Очень. Очень большой выбор. И сейчас кое-какие вам покажу. Окраску, друзья. Окраску поддерживает не все оружие. Но очень много видов. Например, 10-миллиметровый пистолет. Материал. И вот, смотрите. Также вам понадобится масло из листаль. Вот. Вот такие вот окраски. Институт. Вольтек. Атомкэтс. Господи, мне он уже нравится. Вот такой вот стиль. Вау. Какой кусатый. Здорово, друзья. Ну, бонусы, конечно, вам никакой. Никакого бонуса вы не получите. Но, тем не менее. Очень крутой стиль. Еще, по-моему, поддерживает оружие. Такой вот карабин. Там. Там большое, на самом деле, количество оружия. Я просто не все выбрал, друзья. Так что пробуйте. Господи. Атомные коты мне очень. Очень нравятся. Да. И ваше оружие. Ваше любимое оружие, друзья. Станет. Просто няши. Господи. Посмотрите на это. Что это такое? Это для какой-то девочки. Но все равно чудно. Друзья. Ставьте вашу. Ставьте вашу оценку. На эти. Эти крутые модификации. Ну, на покраску я бы дал. Твердую, твердую семерочку, ребят. Реально твердую. Невероятно твердую семерочку. О, черт. По-моему, у меня перегруз. Ну, что. Насчет этого всего у меня все. Я показал все модификации, хоть вкратце, но тем не менее, ребят. Я думаю, это очень круто. Очень невероятно круто. Я раньше, между прочим, вообще не использовал модификации. Только после добавления клуба творчества я понял, что качественные модификации, качественные бывают. Ладненько, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и оцените. Оцените отдельно каждую модификацию. Ваше мнение мне очень важно. Счастья вам и пока.